Эта лекция продолжит цикл материалов по написанию письменных работ. Говоря о выборе темы исследования, мы подходим к уточнению границ работы. Некоторые студенты считают, что сначала необходимо изучить литературу, а потом приступать к составлению плана работы. По их мнению, это позволяет представить свое видение границ темы. Однако именно этот путь усложняет процесс создания реферата, снижает его эффективность. Много времени тратится на просмотр литературы, которая может оказаться лишней. В ходе этой лекции мы ознакомимся с тем, как составлять предварительный план работы. План позволяет материализовать процесс обдумывания, сделать его видимым и, следовательно, целенаправленным. Эффективность такого приема объясняется тем, что в процесс размышления включается зрительная память, и что при этом активизируется правое творческое полушарие мозга. В плане основные идеи будущего текста набрасываются в виде ключевых слов или фраз. Таким образом начинается работа над передачей смысла словами. Первоначальный замысел требует уточнения и дополнения, а для этого нужно время. Составлению плана предстоящего исследования должен предшествовать этап активного размышления, что важно еще на этапе изучения степени, новизны и разработанности темы. Составление предварительного плана ставит перед собой несколько задач. Это, во-первых, определение границ исследования, что выражается в выяснении темы и предмета исследования. Во-вторых, это организация целенаправленного сбора и группировки материала. В-третьих, это определение структуры работы, что позволяет посмотреть на нее с высоты. И в-четвертых, это разбивка темы на главные части и вопросы. Как было сказано, подготовка общего плана начинается с определения структуры и формулирования рабочих названий важнейших частей письменной работы. Заголовки предварительного плана могут быть представлены в виде слов, словосочетаний или коротких предложений. Главное, чтобы заголовки имели одну и ту же грамматическую форму и ясный логический порядок. Итак, что же такое предварительный план письменной работы? План – это точный и краткий перечень предложений, представленных в том порядке, в котором они будут располагаться в реферате на протяжении раскрытия темы. В процессе работы черновик плана будет корректироваться, что является естественным положением вещей. На любой стадии разработки материала и написания работы план должен соответствовать ряду характеристик. Напомним, что в нем неизменно должны присутствовать единство, гармония, пропорциональность и динамичность. Под единством поднимается следование главной темы. Гармония предполагает последовательность и распределение материала в логическом порядке. Пропорциональность подразумевает сбалансированность составных частей по объему и по их смысловой нагрузке, то есть по важности и ценности содержащейся информации. И, наконец, динамичность плана – это движение к главной цели исследования. Существует два основных типа плана – простой и сложный или развернутый. В простом плане содержание реферата разделяют на пункты, а в сложном – на разделы, пункты и подпункты. Грамотно построенный план реферата отвечает сформулированной теме, цели и задачам работы. Количество пунктов каждого раздела письменной работы будет приблизительно равно количеству решаемых в конкретной письменной работе задач. Число подзадач будет соответствовать числу подпунктов отдельного пункта и так далее. При составлении предварительного плана недопустимо, чтобы название раздела или пункта плана повторяло название темы, ведь часть не может равняться целому. Определение общего порядка письменной работы позволяет нам приступить непосредственно к определению общей структуры письменной работы. Структурно каждый раздел делится на пункты. Как правило, в рамках раздела рассматривается одна из теоретических составляющих освещаемой проблемы. Например, теория привязанности как одна из базовых теорий в социально-психологической работе с детьми улиц. Раздел может включать в себя один из путей практического решения проблемы. Например, дневные лагеря как практический подход к социальной работе с детьми улиц. Число разделов обычно не регламентируется, однако его корректируют установленный объем работы и сама логика исследования. Обычно количество разделов колеблется от 2 до 6, но чаще всего используют 3-4 раздела в работе. В тексте могут выделяться подпункты, в содержании которых обычно раскрываются обособленные по своей сути вопросы или наиболее существенные составляющие отдельного вопроса. Первый пункт обычно служит для введения в проблематику соответствующего раздела. Последний пункт раздела подытаживает его рассмотрение, перебрасывая логический мостик к следующей части работы. Как правило, в разделе выделяется 2, 3 или 4 пункта. Отметим, что подобная предварительная структуризация основного текста письменной работы в конечном счете заметно облегчает и ускоряет не только ее подготовку, но также и последующее ее рассмотрение. Исследовательская работа – это логически связанная комбинация материала. Поэтому важно следить за тем, чтобы заявления, утверждения и выводы строились последовательно, перетекая из одного в другое. Стройность текста будет следствием стройности плана. Ее можно достичь разными логическими конструкциями формирования вашего плана. Обычно используют три способа развития рассуждения в работе. При написании исследовательской работы эти принципы могут комбинироваться. Первый принцип рассуждения называют индукцией. Под ним понимают умозаключения, идущие от частных случаев к обобщающему выводу. Рассуждения, исходящие из примера. Индукция основана на фактах и доказательствах. Например, приводится ряд заявлений, фактов с одновременными рассуждениями об их значении и смысле. Все эти рассуждения органически переплетены в единую нить. Попутно производится ряд текущих выводов. Основные же выводы находятся в конце рассуждений. К ним и устремлена вся работа. Таким образом, индукция – это движение от частных размышлений к общему. Второй принцип развития рассуждений в работе – это дедукция. Это рассуждения, исходящие из общего принципа. Мы признаем, провозглашаем существование определенного принципа, закона или явления. Причем этот принцип или закон не ставится под сомнение, но напротив наделяется степенью авторитетности. На протяжении работы происходит доказательство некоего утверждения, являющиеся следствием этого принципа. Поскольку напрямую вывести данное утверждение из общего принципа не всегда удается, то сначала приводятся доводы в пользу данного утверждения. В конце делается заключение, то есть выводы об истинности доказываемого утверждения. Третьим способом развития мысли является постановка проблемы и ее решения. Такой способ рассуждений используется в прикладных исследованиях и в полемических работах. Перед исследователем стоит конкретная проблема. От него ожидается предложение правильного решения этой проблемы. Обычно в первой части работы проблема описывается, раскрывается, изучается. Во второй же части предлагается пути ее решения. Таким образом, в этой лекции мы рассмотрели полезность и практичность составления плана письменной работы, а также осветили принципы его формирования. Продолжение следует... Продолжение следует...